В Рязанской области с начала месяца зафиксировано сразу три очага африканской чумы свиней. Вирус АЧС был обнаружен лабораторно у четырех трупов падших диких кабанов, найденных на территории Тумского лесничества. Первая вспышка произошла в Клепяковском районе. Были введены ограничения на ввоз, вывоз животных, продукции, свиноводства, кормов. И установлены территории первой угрожаемой и второй угрожаемых зон. В пределах зон проводились мероприятия противописотические. И в границах первой угрожаемой зоны было принято решение произвести отчуждение и уничтожение живых свиней и продукции свиноводства. Еще один очаг АЧС был выявлен на территории Спасского района. Установлены случаи заболевания африканской чумой домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, а также диких кабанов на территории 49-го квартала Спасского лесничества. Та же продукция, от нее образуются отходы. Отходы могут выбрасываться в бытовой мусор. И куда они пойдут дальше, никто не знает. То есть так оно и происходит распространение. Поэтому сразу же все изымается в пределах зоны. Живые животные уничтожаются и продукции свиноводства. Последний на сегодняшний день случай вспышки АЧС был зафиксирован в Пронском районе. Вот эти все три случая, про которых я рассказала, они были выявлены в пределах одной и той же территории. То есть там разброс составлял между этими местами выявления от двух до пяти километров. То есть там уже была какая-то связь, да, там дикие кабаны. Они, хотя у нас, ну, свиньи содержатся закрыты, то есть без выхода на улицу. То есть они содержатся в личных подсобных хозяйствах. Но тем не менее, вот география очагов эпистетических, ну, она о чем-то говорит. А вот эти случаи с Паской, Пронск, ну, тут только пока еще не будут установлены какие-то конкретные причины, пока только вот предположения. Возможно, как-то попали корма. В настоящее время государственной ветеринарной службой проводятся мероприятия по ликвидации очагов заболевания и недопущении его дальнейшего распространения. Продолжение следует...